Это что за чудеса? Это что за голоса? Тут и спрятаться-то нет, и океан до небеса. Покажи, хозяин честь, покажись, каков ты есть. Я брат, да мой портрет, для меня это секрет. Сам порою сомневаюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть, есть еда, да нечем есть. Есть табак, да нечем нюхать, есть скамья, да нечем сесть. Так устал за тысячу лет, что не в радость белый свет. Думал бы удалиться, так опять же, шеи нет. Ай, до встречи, стало быть, я сумел тебя добрыть. Добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Можешь, сплаваешь за мной, до российского царя. Я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелу вули, лишь бы только в коллектив. Дай приказ, и хоть куды, хоть на дубичу руды. Раздобыть мне лучше флаг, алионку, алипот. Нам к утру часам пяти надо быть уже в пути, потому что, как в России, заждались уже по дим. В год прошел другой лед, воротился домой Федот. А дома-то нет, торчит один скелет. Балки до стропилов, да кругом крапива. Под карнизом, комочком слизом, свернулась птица, лесная голубица. В целом доме никого, кроме ветра, давал. Подозрительное дело, не случилось ли чего. Птица снова к Марусю превратилась, и к Федоту обратилась. Девка, здравствуй, Федот, долго длился твой поход. Про царя сказал, что странной, что требовал стать его женой. В общем, Федя осерчал, и пообещал ему расписать под хохлоном. Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили к соседям посадить в путь. И все за Федотом, царевом бороться. Это так же, ваша мать, извиняюсь, понимать. Мы не границы оказались, чтобы шмуток поднимать. Кто ходит на куму, выходи по одному. Там у вас момент наступит просветление куму. Что касается ума, он светлёхоник весьма. Слава Богу, отличая незабудку, а дерьма. Ты пошту меня скорей отозвал за сну моей. Не затемлю, чтоб жениться на супружнице моей. Это где же этот злодей набрался таких людей, Чтоб припачиво попало на порядочных людей. И к лицу летом мне приставать к твоей жене. Вот и шли вас оборвать в заграничное турне. Ты не понял, ты секчай, мы тебе чайнее начали. Ну а будешь гоношиться, съешь мрел и с на чай. Зря ты съездишь для меня, мой народ, моя родня. Я без мысли о народе не могу прожить и дня. Утром машу потерпевать, сразу мыслю, как народ. Что волнувуся в России, как забедная она. А виновник генерал, и стрелька геморал. Что же, братцы, я ж за вас потерял в атаке глаз. Не что я, когда посмею, супротив народных масс. Оправдаю, ослужу, а страдаю, а сижу. А виновницы, яга, нет опаснее врага. А я фольклорный элемент. У меня есть документ. Я вообще могу от седа улететь в любой момент. За шару или за курку, все бронят меня к ворку. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на угу. Но случайно, но шутя, сбилась с верного путя. Так ведь я дитя природы, хоть дурное, но дитя. Коль судится всех моих, все участников моих. Это я по виду нечисть, а по сути чище их. Ну и уши вы, народ, аж на остров берет. Всяк другому нет уродов, несмотря что сам урод. Посиди меня, стрелец, я мерзавец, я подлец. Я сошлю себя воронеж, я сошлю себя в елец. Только не на Магадан, это мне не по годам. Я пока тут и доеду, опасаясь дуба там. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. А куда ж меня в дому, разве только чтоб ему? Я и так уж на ошибе, дальше некуда живу. Мы подсадим вас, бадью, кинем море и адью. Обойдетесь и в воде, не давать ли вам адью. А теперь, честной народ, выкороже и сборой. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Ну-ка, стань перед оною, то, чего не может быть. Я давно уж тут стою, у крылечка на краю. Жду, пока месты закончишь, совещаю свое. Угости, честной народ, от заморских до щедрог. Закати нам пир на славу, каковых не видел мир. Был и я на том пиру, ел зернистую игру. А пидот крылет ел соленый огурец. Как и съел он огурец, тут и сказки конец. А что сказка дурна, то рассказчика вина. Из ловить у дурака до 200 тумака. А нельзя никак, ведь рассказчик-то дурак. А у нас в полке веков нет суда на дураков. Браво, 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 браво. Спасибо. Ну уж, приобретайте. Ну тогда, самые почетные, переданные зрители. Браво! Браво! Ну, дорогие друзья, вот на этом сказочке конец. Но это самое начало. Я думаю, это будущие артисты и театра юного зрителя, и большого театра. Подарите им еще и еще аплодисменты. Ну а вы, дорогие ребята, уважаемые зрители, пожалуйста, пригласить на сцену главного специалиста администрации муниципального образования «Весенний сельсовет» Ирину Юрьевну, у нее тоже есть слова поздравления нашим ребятам. Дорогие ребята, вы молодцы, мы вас поздравляем. В рамках «Недели культуры» награждается грамотой доброхотовой Екатерины детской студии «Театральная студия Маска» Награждается Турлу Хасанова Турлухасанова Нигинов, театральная студия Маска Награждается Катяева Харина, театральная студия «Весенний сельсовет» Награждается Викторевская Виолетта, театральная студия Маска Награждается грамотой в работе Мототеяна, театральной студии «Маска» за активное участие в культуре «Москва». Почетной грамотой награждается Жулия Кузнекина, театральной студии «Маска». Награждается Чвенцов и Банг Король за активное участие в культуре «Москва». Почетной грамотой награждается Курокосан Кустан за активное участие в культуре «Москва». Почетной грамотой награждается Курокосан Кустан за активное участие в культуре «Москва». Мы вас поздравляем, вам огромное спасибо, что вы пришли, приходите к нам. Ребята клубы молодцы. Так, держите. Спасибо, Редина, огромное. Ну и еще шарок вперед и поклон. Мы в лавку зрители. Дорогие друзья, уважаемые зрители, вы можете с нашими артистами сфотографироваться на фоне декораций. Ну и, конечно же, еще и еще приходите к нам на наши праздники. Ребята, небольшой фотосечи сделайте, грамотно можно сложить. Спасибо.